Приветствую вас! Знаете, какое у меня впечатление от вашего текста? Что вы уверенная в себе женщина. Что вы знаете, чего вы хотите, в общем. Что вы умеете ставить четкие цели и выполнять их. Что вы знаете, что вам нужно. Что вы цените себя. Что вы уважаете себя. Что вы относитесь к себе с достоинством. Что вы знаете себе цену. Но при этом, почему-то, у такой женщины возникает вопрос. Помогите во всем этом разобраться. Как во всем этом разобраться? Может это так и должно быть? Как на это повлиять? Как себя правильно вести? Как мне об этом думать? Согласитесь? Здесь есть некоторые противоречия. Понимаете? То есть ваш текст, как вы его написали. Это не текст человека, который может потом, ну, условно говоря, задать вот такой вопрос. Понимаете? И вот это диссонанс. Первое. На что я хочу обратить ваше внимание. Потому что, ну, это, это действительно очень бросается в глаза. Второе. Второе. Очень сильно бросается в глаза то, что вы говорите должен. То есть у вас и родители, как вы пишите, должны действовать, ну, определенным образом. Вот. У вас, как вы пишите, и дети должны, как я понимаю, помогать родителям. Вот. Только мне немножко непонятно, откуда все это должен. Ведь основная проблема заключается в том у вас, что вы сомневаетесь в правильности. того, как вы считаете. Основная проблема заключается в том, что вы сомневаетесь в том, насколько вы правильно мыслите и думаете. А сомневаетесь вы в этом, потому что считаете, будто родители должны помогать. Эм. 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 Дети должны помогать. Родителям. Понимаете? Какой момент. И вот, что только заключается в этом, вся, вся только заключается в этом, то на самом деле никто никому ничего не должен. И что на самом деле не должны дети помогать родителям. Если они, к примеру, по ряду причин этого не хотят. И, конечно же, ни в коем случае дети не должны помогать родителям в ущерб себе, когда происходит с вашим мужем. И ни один, условно говоря, ни один уважающий себя родитель не допустит того, чтобы его ребенок действовал себе в ущерб, для него ни один уважающий родитель этого не допустит. Ни один здоровый родитель такого не допустит. Я имею ввиду здоровый, психологически здоровый родитель. Понимаете? Вот и все. То есть, никто никому ничего не должен. Это первое, к чему вам необходимо прийти. Отказаться от дождествований во мне, чтобы, условно говоря, двигаться дальше. Понимаете, какая штука? Потому что при всей вашей уверенности в себе, при том, что вы в себе уверены, при том, что вы знаете себе цену, подобное противоречие, когда вы говорите, что, ну, блин, а вдруг, а вдруг он все-таки прав и действительно нужно помогать, ну, к примеру. Вот. Это создает ничто иное, как дисбаланс ваших позициях. И этим дисбалансом, этим дисбалансом, естественно, используется в том числе и стрекровь. Конечно же. Идем дальше. Привязанность к музе, привязанность к музе к стрекрови. Нужно ли с этим что-то делать? Или нет? Почему вы здесь спрашиваете нас? То есть, опять же, вы как это вот представляете, да, что вы нас спросили, мы вам сказали, и в зависимости от того, что мы вам сказали, вы будете действовать. Ну, это говорит скорее о том, что вы в себе не уверены. Скорее. То есть, это свидетельствует о том, что вы не уверены в себе больше, чем то, что вас действительно этот вопрос интересует. Потому что получается, что своей позиции по этому вопросу у вас нет. Я вам отвечу так. Что любая привязанность, излишняя привязанность, да, в принципе, она вредна. Она вредна как тому, кто привязан, она вредна так и тому, кому привязан, ну, человек. Вот. То есть, в принципе, я бы сказал так, что привязанность это очень такая опасная история. Достаточно. Вот. Другое дело, что сделать с этим вы ничего не сможете. Почему не сможете сделать? Потому что семья, семья вашего мужа так сложилась. То есть, это хорошо ли? Это плохо ли? Да? На мой взгляд, ну, не так важно. Так сложилось, что у них вот с мамой, да, у них с мамой вот такие отношения. И вы не повлияете на это никак. Вы можете только своим поведением продемонстрировать мужу неприемлемость, неприемлемость для себя данной позиции. То есть, вы можете продемонстрировать своему мужу, что вы считаете неприемлемым тот факт, значит, что он так относится к своей маме. Вот это сделать вы вполне себе можете. Послушает ли он вас? Сделает ли он так, как вы хотите? Неизвестно. Неизвестно. Но это единственное, что вы можете сделать. То есть, у вас достаточно ограниченные возможности для того, чтобы влиять на это. Давайте, у вас достаточно ограниченные средства. Это также необходимо понимать, да? Это также необходимо учитывать. Вы так рассуждаете, опять же, привычно рассуждаете. Вы рассуждаете привычно, потому что вы привыкли. Вы привыкли к тому, что вы уверенно в себе идете по жизни. Вот, я вас понимаю. Только здесь есть ограничения. Дальше. Как в этом случае правильно повлиять на супруга? Никак. Именно повлиять на супруга никак. У него уже есть, у него уже есть кому влиять. Понимаете? У него уже есть кому влиять. У него уже влияют и, в общем-то, там все хорошо в этом смысле. Зачем становиться еще одной мамой для, образно говоря, супруга? Вот. То есть, на него уже влияют. Понимаете? Вот. И мне не кажется, что вот эта позиция, что давай я буду влиять, она даст какой-то позитив. Вот. Потому что нельзя, к сожалению, нельзя одинаково подчиняться людям. Вот. Дальше. Вы можете повлиять еще раз только своим поведением. То есть, вы можете повлиять на своего мужа только своей позиции. Только самостоятельно показав ему, что для вас какие-то вещи неприемлемы. Только так. И никак иначе. По-другому нельзя. Нет. Конечно, можно, но ничего хорошего не будет. Дальше. Или это нормально и принять все как данность. Вот у меня вопрос к вам, аноним. Что вы для себя сами считаете нормой? Вот для вас норма это как? Для вас норма это что? Понимаете? Вот именно от этого нужно исходить. Именно из этого нужно исходить. Из того, что для меня норма. А не для кого-то еще. Я бы сказал, что этот вопрос, он вскрывает вероятную вашу неуверенность в себе. Вот. То есть, если это так, то с этим нужно работать. Вот. Если это так. Если это так, то над неуверенностью в себе нужно работать. И значит, чтобы вы становились более уверены в себе. Ваша позиция была более четкая. Вот. Но при этом, чтобы она справедливой была позиция только для вас. Не для кого больше. Этого. Дальше. Дети должны помогать своим родителям. Нет, не должны. Не должны. У моей Сыгровы есть муж, есть еще старший сын, как правило двое детей. Поэтому она никак не хочет младшего сына, моего мужа, отпустить от себя. Правильно. Она не хочет. Она боится. Она его ревнует. Она его там использует. Не важно. Важно то, что не хочет. Не хочет. Она его отпускает. Хорошо. Но. Ситуация заключается в том, что то, как вы, вот, позиционируете, условно говоря, себя сейчас. Да? То есть, как вы его. Говорите, что вот она его не хочет отпускать. Уравнивает. Говорит. Приравнивает вас к мужу. Ой. К свекрови. К свекрови. К свекрови. К свекрови. К свекрови. Почему? Потому что вы рассуждаете о муже здесь, как о ребенке. И, на самом деле, не имеет смысла говорить о том, что вы, может быть, правы, и он действительно ребенок. Может быть, он и действительно ребенок. Может быть, он и ведет себя, как ребенок. Может быть. Я с вами здесь не спорю. Но я хочу, чтобы вы четко понимали. Я хочу, чтобы вы четко понимали, что если вы будете относиться к нему, к своему мужу, а даже при условии, что он действительно ведет себя, как ребенок, как к ребенку, то не будет вам никакого позитива от этого. Не будет вам никакой разницы. И не будет для вас никаких различий между вами и его мамой. Понимаете? Но я уверен, что вы же этого не хотите. Поэтому я бы вам здесь порекомендовал позволить, на полном серьезе, да, позволить своему мужу быть взрослым. позволить своему мужу самому иметь выбор, иметь выбор, да. То есть, это не мама, не мама его, например, не хочет отпускать, как вы говорите. А это он сделал выбор в пользу того, чтобы вот быть, например, с мамой, да. Вот. И это его выбор. И важно понять, как вы относитесь к его выбору. Не к маме, не к тому, что мама делает, а именно к нему. А так получается, что в том, что происходит, да, вот в том, что произошло, ответственна мама. Но не он сам. Мама не хочет отпускать. А на супруга вы можете, условно говоря, только вот влиять. Ну, это, это же, сами понимаете, неравноправные отношения между вами и супругом. Вот. И я понимаю, что вам, может быть, сложно воспринимать его, как равноправного партнера. Я отдаю себе в этом отсчет. Так же. Вы не подумайте. Но если вы не можете, например, со своим супругом общаться как с равным, то, может быть, в таком случае имеет смысл перестать вообще находиться с ним в отношениях. Дальше. Так. Она внушила ему, что без него пропадет, и он уверен в этом на сто процентов. Нет. 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 Знаете, может быть, она ему что-то и внушила. С этим спорить я не буду. С тем, что она действительно, может быть, что-то ему внушила. Но она не могла за него принять выбор. То есть, условно говоря, если мужчина сделала такой выбор, вот он, ну, принял такое решение, да, что без мамы я пропаду. Это был его выбор, а не мама. Не нужно эти вещи путать. Пожалуйста. Дальше идем. Так. Он считает себя ответственным за все, что связано с ней. Почему? Потому что, потому что, никто его не переубедил в обратном, да? Потому что, объективно, потому что объективно, у него нет причин, значит, менять свою позицию. Его позиция целиком его устраивает. Он не видит от нее минусов. Он не видит от нее негатива от своей позиции. У него есть вы, его жена. Вы стали его женой, без наличия жилплощади. Вы приняли и терпите его маму. Ну, как бы так сказать. Условно, да? Условно приняли и условно терпите, но тем не менее. Вот. Так зачем же в таком случае, зачем же ему что-либо менять? Для чего ему менять свою позицию? Какая от этого выгода? Какая, какая у него мотивация? Понимаете? Какая штука? Вот. А мотивации нет. И не будет у него никакой мотивации что-либо делать. До тех пор, пока вы своим поведением не продемонстрируете ему, что нельзя так действовать, как он действует. Что его поведение ведет к негативу. К негативу для него. Не к маме. Не к маме, а для него. Понимаете? Какая, какая штука. Поэтому, конечно, он будет так себя вести. И дальше будет так себя вести. И в дальнейшем будет так себя вести. У него же всё есть. Я ещё раз повторяю, да? У него, у него есть всё сейчас. Так зачем ему что-либо менять? Дальше. Идём. Так. Ммм. Он считает себя ответственным за все, что связано с ней. Потому что он не привык и не научен нести ответственность за себя. Уникает вопрос, как вы с ним сошлись. Он старается вывозить её погулять, развлечь. Вот видите? Тут как бы ваше отношение к его маме уже такое вот. Оно, ну, 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 не совсем самостоятельно, скажем так. Вот. То есть вы здесь его маму воспринимаете тоже как, не как самостоятельное лицо, да? А как, как вот скорее, ну, вывозить, да? Тоже какое-то вот, ну, не как самостоятельное лицо, что вы её воспринимаете. Скорее всего. Скорее всего, опять же. То есть я не претендую здесь на истину. Вот. Я просто высказываю то, как мне это вот видится. Вот. Именно, именно в контексте, именно в контексте того, что вы пишите. Так. Значит. Он старается вывозить её погулять, время как кто-нибудь находится дома, и мог бы, мог бы сам это сделать. Ну, вот здесь, понимаете, как вы здесь решаете за других, ну, условно говоря. Вы здесь решаете за других. То есть вы говорите, мог бы, мог бы, он мог бы, там, что-то сделать. А почему вы решили, что он мог бы? Да? Кто, эээ, сказал, что вы, вот эту, ну, что вы можете, можете, судить о том, кто что мог бы. Вы жалуетесь на своего мужа и на свекровь. Эээ, в этом смысле, в том смысле, что вы жалуетесь. Я вас понимаю. В этом смысле. Я понимаю. Я понимаю вас. Но, это также перенос ответственности. Это также перенос ответственности. Ваши. Уже. Теперь. Дальше. Эээ, он боится лишний раз уехать от нее. Я считаю, что она сама не справится, эээ, значит, на огороде, эээ, с которого она не кормится. Она, находясь на пенсии, могла бы посвящать свободное время без ущерба здоровью. Ну, опять могла бы, да. То есть, опять решается за них. Не за себя, а за них. То есть, вот, с личной ответственностью у вас, эээ, проблем очевидно. То есть, опять же, при всей своей уверенности, да. Эээ, вот, границы. Границы ответственности. То есть, где я, а где, собственно, другой человек, у вас очень плавают. Эти, эти, эти границы. Дальше. Так. Эээ, я знаю многих ее ровесниц, которые мечтают бросить работу и заняться огородом. При чем здесь это? При чем здесь вообще ровес? Как можно сравнивать людей? Как можно сравнивать здесь свекровь и, соответственно, других людей? Это абсолютно деструктивная позиция. Не, не может, эээ, человек быть похож на другого. Тем более, что моя мама работает, успевает обработать огород так, что потом с него все зимы кормится нескольких семей. При чем здесь ваша мама? Ну, при чем? Здесь ваша мама. Свекровь не раз озвучивал, что мечтают уехать от мужа, жить с нами втроем, забирать у нас семейный бюджет, в смысле, распоряжаться им, выполнять женские обязанности дома, чтобы мы помогали ей в огороде. Ну, понятно, свекровь хочет быть поближе к сыну. Знаете, здесь, опять же, важна именно ваша четкая позиция по отношению к своей, я подчеркиваю, к своей семье. Не к семье вашего мужа, а именно, именно к своей, эээ, именно к своей семье. Понимаете? То есть, эээ, без негатива, какого-то, да? Эээ, просто спокойно донести, 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 эээ, дому же мысль, что, дорогой, к примеру, а я хочу жить только с тобой. Без бабушек, владельчик, там, и прочее. И всё. Понимаете? И всё. Вот не нужно больше ничего, да? Не нужно, там, пытаться что-то объяснить, да, не нужно пытаться что-то доказать. Вот. Не нужно. Не нужно этого делать. Есть просто ваша позиция. Вам эту позицию нужно для себя, эээ, сформировать. Чётко. И всё. И просто её защищать. Больше ничего делать не нужно. Дальше. Так. У нас нет своего жилья, где вы живёте, и при всём этом муж каждый месяц продаёт свекрови по 10 тысяч. Опять же, вопрос. Всё тот же самый вопрос. Какая ему мотивация не отдавать свекрови каждый месяц по 10 тысяч? Мотив какой? Ну, согласитесь, должен быть какой-то, какой-то мотив у вашего мужа. Что-то делать или чего-то не делать. Понимаете, да? Да, это можно сколько угодно говорить о том, что это плохо, что он отдаёт своей свекрови столько денег. А можно сколько угодно говорить о том, что это хорошо, что это хороший сын и т.д. и т.п. Вопрос не в этом. Вопрос в том, какая мотивация у вашего мужа делать по-другому. То есть, допустим, вы хотите, чтобы он поступал иначе. Окей, это ваше право. Это ваше право. Для начала вам необходимо признать, что вы считаете, что это должно быть по-другому. Уже и сейчас признать, что я не согласен с тем, как ситуация происходит. То есть, я вроде бы пытаюсь понять их, но мне это не нравится. Это ваша позиция. Примите её. После этого задайте вопрос. Какова мотивация мужа моего поступать иначе? Дальше. При всём призомости у неё есть и квартира, и дача, и пенсии, и зарплата с ёкра, а мы снимаем квартиру в квартиру. И вновь. Это выбор. Это ваш выбор. Это ваш выбор выходить замуж за человека, у которого нет своего жилья. Я не то, чтобы вас обвиняю. Вы не подумайте, чего плохого. У меня нет цели вас обвинить. Это вопрос вашего выбора и вопрос ваших ожиданий. А чего вы ждали? Чего вы хотели? На что вы рассчитывали? Что вы полагали? Как вы полагали? Ну, всё будет. Как вы считали? Будет развиваться ситуация? Например, как вам казалось, что она будет развиваться? У вас, наверное, были какие-то мысли по этому поводу? У вас, наверное, были какие-то ожидания? Вот вы выходите замуж за человека. У него нет своего жилья. Да? Он привязан к маме, к маме. Потому что я не думаю, что его привязанность, да, она проявилась только вот, ну, только сейчас. Я думаю, что привязанность, она была и раньше, в общем-то. И как-то вы с этой привязанностью, судя по всему, мирились. Вот. А что потом случилось? То есть, потом, как, что-то изменилось? Что-то произошло? Что вас это стало напрягать? Или как? Или что? Заметьте, вы пишите, что меня сводит с ума эта ситуация. Но сводит с ума эта ситуация, это абсолютно неопределенное чувственное отношение к ней. Какие чувства вы испытываете? Боль, обиду, злость, там, раздражение, страх, нервозность, что-то еще. Понимаете? От этих чувств нужно отталкиваться. Вам. А не от того, что вас это сводит с ума и все. Дальше. Так. В общем, мне так. Помогите, пожалуйста, как во всем этом разобраться. Отграничить. Отграничить себя от других людей, в том числе от своего мужа. Отграничить свои интересы от интересов других, в том числе и своего мужа. И поставить людей, в том числе и своего мужа, перед фактом. Либо вы мои интересы уважаете и разделяете, и мы идем вместе. Либо этого не происходит, мы идем породом. Все. Дальше. Может так и должно быть. Ну вот, я об этом уже говорил, да? Что это странный вопрос для уверенного в себе человека. Если бы не уверенный в себе, это отдельная тема для разговора. Как на это повлиять? Сказал, хотя бы как вести себя правильно, как мне об этом думать. Вести себя правильно. Нужно, значит, не конфликтовать, да? Воссоздать, именно воссоздать всю цепочку, весь, так скажем, путь. Весь путь становления вашего мужа, как личности, рядом с вами. Вот. И посмотреть, всегда ли он вел себя так. Если он вел себя всегда таким образом, если он всегда был привязан к своей маме, то вам нужно выяснить, каково было ваше отношение к этой ситуации раньше, когда вы выходили за него замуж, например, или когда вы знакомились, или когда вы встречались. Что изменилось потом. И какие конкретно ваши интересы оказались нарушены в результате такого его поведения. Вот эти нарушенные интересы вам необходимо своему мужу выразить. Сказать, например, что ты отдаешь значительную часть денег из нашего семейного бюджета. Почему-то. Да? Из нашего семейного бюджета. Маме, когда мы сами себя не обеспечили всем необходимым, я чувствую себя ущемленным и мириться с этим не буду. Все. Все. Пошли. Вот так вот нужно себя вести. Как вам об этом думать? Об этом думать нужно так. Что в семье вашего мужа существуют традиции, существуют негативные сценарии детско-родительские, которых придерживается и его мать, и он сам. Эти сценарии негативные вы сами изменить не в силах. Вы можете только замотивировать своего мужа поменяться. Но это все равно его работа с психологом должна быть, чтобы выйти из сценарного поведения по отношению к маме. Вот. И что вы либо принимаете как данность этот факт, если вы готовы, допустим, сами обеспечивать свои интересы, если вы любите своего мужа, если вы все равно хотите делать его счастливым, не смотря на то, что он, ну, что он, вот, ведет себя таким образом, вот. Либо вы расстаетесь, если чувствуете, что ваши интересы очень нравятся, и что вам, ну, что вы не чувствуете себя, например, хозяйкой, допустим. В, ну, например, вашей семье, да, вот, ну, семья вас и вашего мужа, я имею в виду, и так далее. Вот. Вот. Здесь вот такая история, здесь такой, такой момент. Вести себя нужно так. Дальше, чтобы мужа не потерять и сохранить свои нервы в покое. А вот здесь очень интересный момент. Вы боитесь потерять своего мужа или вы это просто написали, вот просто, ну, как фраза у вас так выразилась? Если вы боитесь потерять своего мужа, то это проблема. Потому что страх потерять человека так не мешает поступать аутентично. Страх потерять человека означает, что у вас, именно у вас, есть определенные проблемы, которые вам нужно сперва решить, прежде чем вы будете действовать дальше. Если вы боитесь мужа потерять, если вы не боитесь мужа потерять, а просто, ну, вот, вы же не говорите, что вы любите его. Вы говорите просто, что не хочу его потерять. Это двоякая история. То есть, почему вы не хотите его потерять? Давайте, давайте этот момент проясним. Но правильных решений, вот таких вот идеальных решений здесь нет и быть не может. Кто-то всегда останется недовольным. И я вам больше скажу, это нормально. Недовольство других людей означает, что действуете вы, верно. Что действуете вы так, как, ну, а вот если вы действуете так и довольны все, то это поднимает серьезные вопросы о том, насколько вы самостоятельны. В целом, такой вопрос не раскрывающий на самом деле сути ваших отношений с мужем. Вот. А без этого вряд ли можно дать сколько-нибудь адекватную характеристику тому, что происходит. Вот. А я не торопился бы так или иначе сейчас с принятием каких-либо решений, даже с изменением своего поведения, я бы не торопился. Я бы сперва все-таки поисследовал бы себя, свои чувства. Вот. А выделил бы их, чтобы не было такого, что вы просто пишете, сводишь меня с ума и все. Вот. А после этого уже на основе этого формировал бы уже какую-то стратегию поведения, ориентируясь на, скажем, ну, долгосрочную цель. Допустим. Какую? Какую? Вот. Вот. В принципе, такая вот история. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ вам помог. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, вам очень важно понять, почему вы с этим человеком. Вам очень важно понять, какое у вас отношение к этому человеку. Вот. Исходя из этого, нужно уже действовать. А не исходя из его мамы, там, и так далее. Что вас связывает на человеке. Я вам желаю всего самого доброго и удачи!